В дом семейного типа номер один Новоснецова большая семья Петровских переехала 8,5 лет назад, когда Дмитрий и Юлия решили стать родителями-воспитателями девяти ребят. Одного родного и восьми приемных. Глеб, Полина, Кирилл, два Богдана, Саша, Артем, Антон и Даник. Многие из этих ребят даже не догадывались о существовании друг друга. Теперь они одна большая семья. У них свой дом и общие родители-воспитатели. Когда мы пришли знакомиться с детьми, я сказала, что если мой ребенок в этот день захочет здесь остаться, то мы здесь остаемся. То есть, по факту, наверное, моя семья тоже поняла это решение. И когда Глеб игрался с детьми, он сказал, мама, не хочу отсюда уходить. Он просто плакал. Мы еле его вытащили из дома. И это укрепило мое желание сюда идти. И муж, в общем-то, поддержал, потому что мужа многодетная семья. Его мама очень поддержала в этой идее. Поэтому он, конечно, опорой и поддержкой. И я счастлива, что у нас это семейное дело, потому что, конечно, мальчикам очень важен папа. Папа много дает мальчишкам. Так как у нас их много, конечно, это подспорье большое, когда папа на нашей стороне. И вот мы так совместно работаем с нашими детьми. Когда мы пришли работать в дом семейного типа, у нас не было соседей, которые у нас сейчас, например, есть. Не было таких подсказчиков, кто мог бы подсказать, потому что это был действительно первый дом в городе Бресте. И для нас все было новое. И, ну, с одной стороны, было сложно организовать быт, потому что сразу вот такой большой пласт работы. Это все тоже занимает много времени у родителей и воспитателей. И, конечно, пока научатся дети что-то делать, помогать, пока мы этот быт вместе освоим, это, ну, тоже дорогого стоит. В уютном гнезде Петровских всегда тепло и радостно. Они не делят обязанности на мужские и женские. Таковы правила, но есть и исключения. Когда папа на работе, мама выполняет обязанности за двоих. А у Юли их очень много. Всем уделить внимание, мальчишек угомонить, а также убраться, приготовить что-то вкусное. Но при всем при этом есть и свои обязанности у детей. Они всегда помогают родителям. Уют и атмосфера настоящего домашнего очага – первое, что ощутила наша съемочная группа, переступив порог дома. Подержи-ка пока. Ну что, давай вместе. Молодец. У нас есть такое совместное чай пить. Это бывает даже просто после ужина, да, когда мы покушали. И для меня очень ценно, что каждый мой ребенок, приходя домой, он делится буквально всем. От того, как он там в школе себя вел. То есть уже даже когда мне звонит какой-то учитель, я в принципе знаю, что мой ребенок что-то в школе там напортачил, сделал. До того, когда у меня дети спрашивают, что вот мама, а как вот с этим другом не поступить, потому что какие-то проблемы, вопросы возникли. До того, как привезти первую девушку в дом познакомить. То есть для меня это тоже очень ценно. Не только интересы, но и характеры у всех детей разные. Поэтому родители стараются развивать лучшие черты и индивидуальность каждого через домашние кружки, запоминающиеся семейные праздники, поездки в детский центр, кинотеатр, велосипедные прогулки. Дети послушны, ведь авторитет родителей для них безоговорочный. И несмотря на то, что ребята дать интервью стеснялись, по их взгляду можно понять, как они любят и ценят своих родителей. Мне тут все нравится, хорошие все тут. Обращаюсь, если надо, помогают с чем-то. Если что-то непонятно, то тоже с чем-то помогают. У меня есть два брата. Один уже выпустился, в другой учится в МЧС. Я, в принципе, уже привыкла, что их нет, но так они приходят, звонят, общаемся. Первое время, как я сюда попал, было непривычно, потому что большая семья, что-то новое. А потом со временем уже кто-то уже и ближе стал. Большая семья нормально живется, весело. Есть с кем погулять там, не знаю, поиграться. Так как я стану старшим в доме, я помогаю больше родителям с младшими, братьями, сестрами или в быту. Ну вот, что-то такое. Сейчас я с уверенностью могу назвать Левосиную матерью и Дмитрию Николаевичу папой. Для родителей-воспитателей Петровских очень важно, чтобы у детей появилось ощущение настоящего дома и любящей семьи. Чтобы им хотелось здесь оставаться, приходить в гости, сохранять с ними теплые дружеские отношения. Они надеются, что дети вырастут достойными, добрыми людьми и понесут по жизни то лучшее, что впитали в своей семье.